Тема закрытия Буланашского полигона остается по-прежнему открытой. О том, что свалка исчерпала все свои ресурсы, уже давно местные жители устали доказывать чиновникам Артемовского городского округа. Их просто не слышат. Точкой кипения для буланашцев со стартом мусорной реформы стал еще и завоз твердых коммунальных отходов из соседних территорий. Напомним, о своей проблеме буланашцы рассказывали вице-губернатору Свердловской области Сергею Бедонько. Просили его помочь. О том, какие конкретные шаги были сделаны в решении вопроса по прекращению ввоза ТКО из других территорий на буланашскую землю, депутаты Думы, члены постоянной комиссии по ЖКХ, рассчитывали услышать в рамках заседания от заместителя главы администрации начальника по городскому хозяйству и жилью Александра Миронова. Но ничего нового Александр Иванович народным избранникам так и не сообщил. На сегодняшний день у нас просто стоял вопрос о прекращении завоза на существующий полигон и бита Байкаловского муниципального района. Здесь я могу сказать, что у нас Министерством природных ресурсов проводится работа по включению полигона ТКО-деревни Бузинаево-Ребицкого района в перечении объектов. А они что пускать проводят, когда окна прекратят водить? Это будет до конца года. До конца года они будут? Председатель постоянной комиссии депутат Владимир Арсенов также поинтересовался в целом дальнейшей деятельностью Бланашского полигона. Ведь ему продлили срок службы до 2025 года. С чем категорически не согласны ни местные жители, ни сами депутаты. По словам Александра Миронова, время закрытия Бланашского полигона, конечно же, наступит, как только построится в Алапаевском районе мусороперерабатывающая станция. И будут внесены изменения в территориальную схему. И не стоит забывать, что это дело времени. Надо сказать, у депутатов данная информация вызвала долю больших сомнений. А в Алапаев еще принял решение? На сегодняшний день информации, ну, от них не получили, запрос сделали. Были в министерстве буквально в понедельник у министра. Он сказал, реализовываться этот проект у строительства Алапаевска, ну, у строительства Алапаевска будет. То есть, никаких там изменений? Нет, смотри, население, там должно быть это, да, сексуальности населения, вопрос там это все. Там категорически против. То есть, там размещение полигона категорически против. Сейчас везде президент говорит, больницу, чтобы убрать, надо факт убрать, надо с населением согласовать. Депутатов возмутило незнание реального положения дел по строительству станции в Алапаевском районе наших местных чиновников. Написано ответ Орлова. 16 июля 2019 года, в 12 часов, в Алапаевской улице Фронза проходит общественное вкушение. Прошло уже, но прошло больше месяца. Взять трубку и узнать. Прошли, приняли решение, не приняли решение. Пишите, даете, и все, вот, запрос делали, запрос. Если они не приняли, то дальше что мы делаем? По той информации, которой владеют артемовские депутаты, строительство мусороперерабатывающей станции в Алапаевске тоже под вопросом из-за протестов местных жителей. Добыватели просто знают, там, которые в ЖКХ работают, значит, это все. Просто беседы знают, что... Здесь камера, камера, я бы... Там у нас, говорит, четко это население очень познащено, что к нам там заводы и это все. Ну, то есть там не только наши районы... Так они же понимают это все тоже. Слушай, вопрос, они это, мудиры, политики... Мне, например, в северной стороне не надо, тебе там в западной стороне не надо. К заседанию Думы начальник отдела эксплуатации ЖКХ и экологии ЖКХ Альбина Скутина пообещала раздобыть достоверную информацию от соседей по поводу строительства на их территории объекта по переработке ТКО. В свою очередь, с коллегами поделился информацией, касаемой прошедшего рабочего совещания под руководством вице-губернатора Свердловской области Сергея Бедонько, на котором вопрос Баланарского полигона также обсуждался. Константин Трофимов. На нем присутствовал, значит, мы с Андреем Вячеславовичем, вице-губернатор Сергеевич Дунько-Дубичем, главный инженер спецавтобазы и заместитель министра свала. Сергей Юрьевич сразу сказал, зачем возите твердые коммунальные отходы с других территорий, она была наша. Мы схема туда-сюда, он говорит, все, когда, значит, прекратите возить, ну вот до конца где-то там августа-сентября, там документы, вот про что Рабина Камильенко, он говорит, ну вот до 1 октября, до 1 октября, ну срок вот вам дают, до 1 ноября. Все, поручение это записано. Прекратить вывоз, завоз твердых коммунальных отходов с других территорий. По Баланарскому полигону, говорит, разбирайтесь. Если вопрос завоза ТКО из соседних территорий на Баланарский полигон до декабря 2019 года все-таки и удастся решить, то следующим вопросом по-прежнему остается полное закрытие полигона. Потому что дальше складировать мусор даже и свой просто некуда. Сняли квадрокоптер, этот полигон наш, жуткое состояние, жуткое просто состояние. Сверху вид, страшно смотреть. Конкретно, Александр Иванович, что предлагают? Люди предлагают закрыть эту свалку. Что конкретно власть сегодня хочет сделать? Депутатов крайне возмущал тот факт, что вопрос закрытия полигона муссируется уже не один год. Население требует, митингует, местная власть отмалчивается. И у депутатов нет полномочий. Я так думаю, что этот вопрос, если вы не хотите им заниматься и не считаете нужным этим заниматься, этот вопрос жителей поселка Булнаш, Милеца, опять митинги, протесты, значит, это. И опять приедут нам правительства, главы губернатора решать вопросы за нас, которые здесь должны говорить. Согласно 131... Хотя Бедонько или там кто этот, Смирнов сказал, когда это все самочерного, что зачем ты приехал-то сюда, это твой вопрос. Ты его и решай на месте. Депутатов также озадачил вопрос, что же предпримет муниципальная власть в марте 2020 года, когда закончится договор аренды полигона у нынешнего арендатора. В марте 2020 года заканчивается договор аренды этого полигона в Ахрушево. Заканчивается. Которым только третий. А смены-то арендодателя ничего не есть? Да. Ионин, Ионин на встрече нам сказал, уже говорит, все, москвичи тут глаз положили, приедут, они уже знают цену. А ведь гипотетически может получиться, пока депутаты требуют от руководителя муниципалитета и чиновников ответов на свои вопросы и ясности, судьба Буланашского полигона уже решена. И никто из чиновников о его закрытии вообще даже не думал. Ведь не зря москвичи свой глаз на полигон положили.